Не совсем конкретных и не совсем понятных. Но мы предполагаем какие-то вещи. Мы предполагаем, что вот таким образом жизнь устроена. Если бы это было не так, идти от обратного. Если бы не было в жизни справедливости, вот Жак Фриске говорит, что справедливости нет в жизни. И он прав в том плане, о чем он говорит. Но в общем-то, если бы мир не был устроен разумно и справедливо, то в нем не было бы никакого смысла. Только справедливость я в чем имею в виду? Что бы с тобой ни случилось, вот сейчас просто придет Оля, и я хочу рассказать об одной интересной вещи, которая называется универсальная формула. Потому что если вот эту универсальную формулу не забывать, она может помочь любому человеку в любой ситуации. Это очень интересно. То есть тогда вы можете двигаться спокойно, уверенно к тому, о чем мы говорим, благополучное. Благополучие – это значит, что вы получаете благо. Благо – это вы развиваетесь. Другого блага нет. Благо – это познание. Единственный синоним счастья на Земле – это познание. Потому что только невежество является причиной всех наших бед и неприятностей. Невежество возникает от одной причины – от лени. В принципе, если человек не ленив и способен двигаться, а самая большая, самая трудная работа – это как раз работа над собой. Все остальное гораздо легче. И почему мы придумаем все, что угодно. Вот у меня работа, у меня дети, у меня то, вот я там спасаю человечество – все это чушь. Единственное, самая тяжелая работа – это работа над собой. Поэтому, вот сейчас, Оль, мы приблизились к самому интересному моменту. Я начал рассказывать о том, что в прошлом году мы перегнали яхту. Яхту с Канар в Черногорию. И за эти четыре недели, около трех тысяч миль, ну это практически как через океан пройти, было шесть встречных штормов. Самая большая неприятность для любого моряка, особенно для яхтсмена, для небольшой лодки, тем более, когда ты идешь один, это как раз встречный шторм. И шторма были очень приличные. Тем более, что четыре из них были уже в районе Гибралтора Первый и потом Средиземное море. То есть, для человека, который идет в одиночку, без авторолевого, без двигателя, ясно, что это самая сложная ситуация. Там и берега рядом, опасности, и судоходство. И в течение трех недель это нагрузка, когда надо и отдохнуть. Один раз была ситуация, в которой, в принципе, у меня со мной никогда такого не было, когда яхта могла погибнуть на скалах. Ну, повезло, кажется. Видимо, все-таки мы не сильно прогневали. И вот за эти шторма, а это совершенно необычная ситуация. Ни время года, это начало лета, ни регион не славится какими-то своими штормами, тем более в такой сезон. То есть, для меня это было, с одной стороны, испытанием, а с другой стороны, каким-то самым важным, что было мне необходимо. Для меня, то есть, это благо, которое я получил, естественно, которое я осознал позже. Благодаря этим штормам, в принципе, по-хорошему, на яхте в таких условиях нельзя идти против шторма, потому что на яхту получают очень большие нагрузки, и она может разрушиться. Но почему-то вот в этой ситуации, не понимая до конца, что происходит и что я делаю, тем не менее, вот все время мы шли против штормов, и яхта показала совершенно потрясающую способность идти против сильнейшего ветра, это за 10 баллов, очень круто к ветру, со скоростью 7 узлов, это максимальная скорость. Даже для более крупных яхт это невозможно. То есть, все люди, с кем я разговаривал, яхтсменные, все не понимают, в общем-то, практически, о чем разговор идет. А какой размер это яхта вообще? Яхта 10 метров. Это вот 9-10 метров. Кто это название? Дал вы? Название шикарное. Вот. И в конечном итоге это было настолько суровое испытание во всех отношениях. Это терпение, которое на самом деле является самым главным качеством для моряка. Но для капитана это еще не только терпение, но и предусмотрительность, на английском проданность называется. Вот. То есть, надо было все, что можно сделать еще до начала того, как начали проектировать и строить яхту, чтобы в конечном итоге, через 8 лет, вот в этой ситуации оказаться и получить из нее по максимуму. Потому что вот тот максимум, который был получен, он настолько много дал, что ни в какой другой ситуации это невозможно. Вот мы говорим о совершенствовании, о познании и так далее. Каким образом вы познаете то, что удалось мне, вот в этих штормах? Да нет такой возможности. Ни те практики вам не дадут, ни горы, ни моря, в принципе. А вот именно только самому. То, что вы нацелились на эту цель, что вам это необходимо. Это было сверхтерпение. Это не просто сверхтерпение. В конечном итоге мне стало понятно, что только тот никогда не потерпит поражения, кто научился воспринимать происходящее как должное, знать, зачем оно ему надо и уметь извлекать все возможное из каждой ситуации для своего развития. Ну просто не сдаваться. Даже тебе говорят, ты проиграл, ты говоришь, нет, я не сдался. И все, идешь. Нет, дело не совсем. Не в этом дело. Дело не в том, что не сдаваться, что это такое, это тоже. Я речь веду немножко о другом. То, что вы в каждой ситуации воспринимаете ее как должное. Принимать. Может быть, даже как благо, да? Принимать ситуацию. А дальше так оно и есть, конечно. Когда вы научились радоваться препятствиям. Я эту фразу прочитал давно у какого-то психолога. Что такое радоваться препятствиям? В данном случае, да, это и было. Но радуешься ты, может быть, не в тот момент, когда это происходит. Но понимаешь, зачем тебе это необходимо. И ты тогда только можешь в состоянии извлекать по максимуму всего. А иначе жизнь проходит мимо. В борьбе со всякими проблемами. Мы же уже говорили об этом. Перенеси войну внутри себя. Это одна из тем. Но это далеко не главное. Это есть великолепная книга «Третье открытие силы» Андрея Сидерского. Она очень популярна. Она уже 9 переизданий пережила за последние 15 лет. Ее до сих пор все читают. Я когда-то читал ее. Я не читал ее, я не только читал, я перечитывал неоднократно. И только сейчас я понял, что у нее далеко не все. Хотя в то время, когда я читал, я вот так вот снизу вверх на него смотрел. Теперь я вижу, что то, что мы открыли, идет гораздо дальше. И вот эта вот формула, эта универсальная формула благополучия, в общем-то, в жизни. Когда вы все, что происходит вокруг, вы в состоянии воспринять как благо для себя. Как надо, да. И тогда вы накапливаете. Вы из любой ситуации вы богатеете, вы приобретаете и растете. Все время увеличивается ваша основа, на которой держится ваше ощущение уверенности в этом мире. Вот это вот, но это работа. Это работа, которую надо делать все время. Тот путь, который удалось пройти, это как раз основан на том, что, несмотря на то, что в советские времена было понятно, что практически невозможно выйти в океан. Даже когда мы вот эту яхту строили, первую яхту, вот здесь же во дворе, навес был лагуну. У меня тогда был уже случай, когда мне визу закрыли, когда меня в Японию не пустили там. Я понимал, что мне не удастся выйти. Но яхта строилась. Хотя я четко вот понимал из реальности, что мне на этой яхте не светит выйти в океан. Я все равно ее строил. Но мы вышли. И как только она была построена, так вот Советский Союз развалился, и мы пошли в океан. То есть, каким-то образом Советский Союз нам мешал, он исчез. Вот даже такие вещи. Вот представьте себе, вот эту вот ситуацию, Воль, тебе задача номер один описать вот этот случай. С точки зрения глобальности происходящего, силы мысли, силы намерения, Советский Союз разрушился только потому, что он нам мешал, он нам не давал возможности выйти на той яхте, которую мы создали. Вот тебе и причина. Мы когда пришли в Англию, мы же ушли отсюда без разрешения. Хотя у нас были паспорта моряков, у нас были паспорта маньяков на весь экипаж, и нам погранистники не дали отход. Это уже позже гораздо я узнал, почему. Дело не в этом. Я не хотел идти без разрешения. То есть, мы всегда относились правильно к законам и так далее. Хотя тогда еще не понимали, что это такое. Вовсе не обязательно соблюдать законы, которые социум создал. Не надо их нарушать. Вы просто делайте свое. Не потому, чтобы быть против. Будьте за. За себя, за свою идею. Делайте свое дело. Мы ушли без разрешения в конечном итоге. Мы прошли сначала в Одессу, чтобы там взять отход, раз нам здесь не дают. Мы взяли отход отсюда, и они нам с радостью дали, чтобы избавиться от нас. Они понимали тоже, что делают какие-то вещи, которые не здорово. И дойдя до Ялты примерно, мы уже берег видели, был встречный шторм. И тогда стало понятно, что если мы с этим штормом еще пойдем в Одессу, куда мы хотели, то мы точно уже в Англию не попадем. И я принял решение идти на Стамбул. В судовом журнале сделал запись, что я как капитан, ответственность на мне, экипаж не виноват. И мы пошли. Так это была дикая совершенно психологическая нагрузка. И через полтора года, когда мы вернулись, хотя мы придя в Англию, мы узнали новость такую, вы знаете, что иммиграционщик говорит, вы знаете, что той страны, откуда вы ушли, уже не существует. Но я подумал, что, наверное, теперь нам не придется отвечать по закону. Ничего подобного. Через полтора года мы вернулись домой. И через какое-то время приходит майор, особист из штаба погранного округа и говорит, вот, пиши объяснительную, будем судить, и так далее. Я ему написал. Ну, у меня было, я сделал копии из двух писем. Это от сенатора и конгрессмена Соединенных Штатов. И приложил. Он посмотрел, и они успокоились. А там как раз они написали, спасибо вам, мистер Языков, за то, что вы были таким потрясающим примером для всей нашей нации. Вот. И на таких людей, как вы, лежит благополучное будущее, благополучное будущее вашей страны. Я это называю, когда нас ведут, потому что насильские это ангел-хранители. Если мы не упираемся рогом, прислушаемся к каким-то маячкам, нам помогать. Потому что у меня тоже было столько ситуаций, вот я помню, когда в Маврикии первый раз прилетела, я там ногу на кайте каталась, прыгала на кайте и приземлилась на коралл. Я рассекла ногу. И мне бы ее ампутировали, и вот если не дяденька, там был очень такой, ну он состоятельный дядя, а у него у дочки, она говорит, она мне так же порезалась, у нее начался артрит. И он, я ему вообще посторонний человек не нужна, он по всем больницам, там мне все сколотили. И я назад еду, думаю, ну денег, во-первых, у меня нет. А благодарить как-то человека надо. Все-таки он мне такую вещь сделал, а он оставил оборудование свое, там порядка 100 килограмм, там кайты, доски, ну привезу ему кайты. А лет тела я Эмират Айрлайт, самая такая, ну дорогая авиакомпания. И значит, мы последние уже уезжали, и у меня денег 10 евро осталось на такси. Денег на телефоне нет, билет, и значит там 150 килограмм веса. Я приезжаю в аэропорт, меня встречают сразу же на вахте, говорит, платите сколько там, 2,5 тысячи евро за перегруз. Я ему кошелек открываю, говорю, ну нет денег, вы оставляйте здесь. Я говорю, что у меня подняла целый скандал. И у меня на глазах рвут посадочный талон. И я в 12 часов ночи в аэропорту без копейки денег, вообще, потому что последние 10 евро я отдала таксисту. У меня 150 килограмм перегруза, да, я не знаю вообще, что дальше делать. Я сижу, думаю, вот теперь ты, вот я реально вот сидела, у меня слезы грязные, думаю, вот теперь ты точно допрыгалась, да. И именно в этот день туда поехали женщины, которые в принципе туда не ездят. Это хозяйки самой элитной турфирмы на Маврики, которые провожали какую-то свою подругу или другу, или партнера. Увидели эту ситуацию, подошли ко мне, поговорили там на креольском, на французском с этими людьми. Взяли мой телефон, довезли меня до дома с вещами. В общем, все контакты взяли. Потом там это, поменяли билет, там все это сделали. Я пока меняли билет, зайцем, ну, автостопом брала машину, бесплатно жила у креольцев. Они говорят, ладно, живи. Да я до 5-звездочного отеля по морю проходила, садилась в ресторан, ела. И мне еще подходили такие, говорят, you're long, я говорю, you're long, you're long, very long holidays, а я там дожевываю, потому что купить еду не на чем, все туристы разъехались. Вот. И в итоге, как бы, час вещей осталось там. Я улетела, когда там уже перебили билет, да, и, ну, часть вещей привез вот их партнер, который там строил гостиницу, вот. Ну, вот игру вот так вот, вот сидишь реально, думаешь, ну, все, капец, а те жизнь как-то выруливает. И таких ситуаций у меня было очень много. А ты сидишь, думаешь, ну, все. И как-то вот это вот так вот все складывается нормально. Я думаю, вот просто вот ведут, есть вот ангелы-хранители, которые те как-то ведут, направляют на свой путь как-то и помогают. Когда нужна действительно помощь, деньги находятся, не пойми откуда, возможности. Здесь условие простое вообще-то. Нужно всегда стараться по максимуму делать то, что ты в состоянии сделать. С тебя никогда не спросят, папа никогда тебя не накажет за то, что ты делаешь что-то такое, к чему ты пока еще не готова. То есть, ну, если ты выкладываешься по максимуму, делаешь что надо, если твои намерения чисты, то у тебя все, ничего страшного с тобой не произойдет. Это и есть вот основа благополучия, о чем мы говорим. Да, вот помогают, если... Да, не накажут, пока ты делаешь то, почему ты не готов. Или не готова.